Бразильская звезда в ЦСКА, отказ Спартаку и переговор Динамо с Краснодаром. Последние трансферные новости РП. Всем привет! Вы на канале Басни Футбола. Здесь мы говорим про российский футбол и не только. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех событий. А теперь к главным новостям. Шапи Сулейманов может перейти в Арес. По информации греческой прессы, полузащитник быков Магомед Шапи Сулейманов близок к переходу в греческий Алис. 23-летний футболист заинтересовал клуб из Солонников. Источник утверждает, что клубы ведут переговоры, но далеки от компромисса. Краснодар настаивает на полноценную продажу с процентами от дальнейшего трансфера. Как считаете, у быков получится избавиться от Шапи? Динамо может продать Сазонова. По информации Спортэкспресса, клуб из итальянской серии А рассматривает грузинского центрального защитника в качестве усиления в летнее трансферное окно. Источник сообщает, что Динамо получило предложение в 2 миллиона евро за футболиста и может принять его. У игрока остается год по контракту, а сам он грезит мыслями о европейских чемпионатах. В Италии спортивный директор клуба подтвердил интерес к футболисту, но заявил, что официального предложения от их команды еще не поступало. Как считаете, у Динеза достойное место для продолжения карьеры? ЦСКА подпишет двух игроков из Бразилии. Московский ЦСКА ведет переговоры с РБ Бригантино по трансферу левого защитника Джуниньо Капишаба. По универсальности он напоминает ушедшего Зайнудинова. Бразильцы, как сообщает местная пресса, приняли предложение армейцев на 4,5 миллиона долларов. Остается договориться с футболистом, который близко общается с Мойзосом. Игроку предлагают контракт на 4 года. Источники сообщают, что стороны близки к финальной договоренности. Но это еще не все. Армейцы могут привезти таланта из Бразилии. По информации Геглоба, Московский ЦСКА успешно ведет переговоры по трансферу бразильского защитника из Атлетика Паранэнс. 22-летний правый защитник Кельвин может перейти в стан ЦСКА. Инсайдер Иван Карпов подтверждает информацию. Согласно информации источника, Атлетика приняли предложение армейцев на 4,1 миллион евро. Но, как говорят, остается договориться с футболистом. А это сделать тяжело, ведь у них есть на руках предложения из Бенфики, которые могут и повысить сумму для Атлетика. Ситуация немного запутана, но, как говорят, что если армейцы привезут его, то он усилит не только ЦСКА, но и чемпионат России. Игрок явно выше уровнем, чем нынешний РПЛ. Держим кулачки за армейцев и ждем дальнейшие новости. Согласны? Николсон не захотел уходить из Спартака в очередной раз. По информации Метерейтинс, московский Спартак был близок к продаже нападающего. Но 26-летний ямаец в очередной раз ставит палки в колеса. Клуб из Саудовской Аравии предлагал 5 миллионов евро за нападающего, который не нужен на Баскалью и выставлен на трансфер. Красно-белых устроили хоть какие-то деньги за балласт, но игрок отказался. Ему предлагали зарплату больше, чем в Спартаке, около 2,5 миллионов евро в год. Однако игрок заявил, что если и уходить, то в чемпионаты топ-5 Европы. В Спартаке они теряют силы и пытаются хоть найти хоть какую-то команду, которая заплатит хоть что-то за него в летнее трансферное окно. Покупали его за общую сумму около 10 миллионов. Как считаете, у красно-белых получится продать Николсона? Пишите в комментариях. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Не забывайте подписаться на канал, если не подписаны, и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока.